Здравствуйте, уважаемые коллеги! Итак, сегодня мы с вами проводим вебинар в рамках темы иммунология. И сегодня мы поговорим о довольно распространенном заболевании, как острые хронические тензилиты, и узнаем основные иммунологические аспекты, которые связаны с этой проблемой. Итак, что же такое в целом тензилит? Тензилит – это воспаление нёбных миндалин. В целом тензилит делится на острые, которые обычно называют ангина, наиболее привычное название, и, соответственно, хронический тензилит. Что же такое нёбные миндалины? Давайте посмотрим на представленный слайд и увидим, где они располагаются. Итак, нёбные миндалины, вот их видно, они располагаются между так называемыми передними и задними нёбными дужками. Представляют топарный орган, который располагается слева и справа с обеих сторон, и представляют собой скопление лимфоидной ткани. Нужно сказать, что нёбные миндалины, их ещё называют в народе бланды, относятся к так называемому лимфоидно-глоточному кольцу. Что же это такое? Итак, лимфоидно-глоточное кольцо, или по-другому это кольцо пирогово, представляет собой совокупность миндалин, которые расположены вокруг входа в глотку из полостей рта и носа. И это лимфоидно-глоточное кольцо, оно состоит из двух нёбных миндалин, которые мы сейчас с вами видели. Это две трубные миндалины, глоточная миндалина, которую ещё называют аденоиды, и четвёртое образование – это язычная миндалина. Вот скопление лимфоидной ткани в виде всех этих миндалин и образует так называемое лимфоидное кольцо пирогово. В целом, если мы говорим о лимфоидной ткани, значит, функция участия непосредственно в иммунитете. Итак, давайте обратим своё внимание, где же это всё располагается. Значит, нужно, так скажем, представить себе, что такое носоглотка, потому что глотка у нас подделяется на несколько отделов – это носоглотка, ротоглотка и собственная глотка. Итак, носоглотка – это верхняя часть глотки. Анатомически, если посмотреть, где она располагается, она располагается позади, скажем, полости носа и соединяется с полостью носа через хааны. Хааны – то есть через носовые отверстия. А также, значит, на боковых стенках носоглотки имеются отверстия, да, так мы будем говорить, устья слуховых или эвстахиевых труб. Эвстахиевая труба – это образование, которое соединяет полость глотки со средним ухом. И вот даже если вот сейчас даже посмотрим на то, что мы разобрали, то становится понятно, что инфекция в полости глотки может свободно переходить в полость среднего уха, вызывать отиты. В свою очередь, инфекция уха может, так скажем, оказывать свое влияние на состояние носоглотки. Все очень тесно анатомически связано. Нужно сказать, что полость носа и глотки, носоглотка в целом, она является как бы первым этапом на встрече организма человека с различными народными факторами. Ну, непосредственно даже с тем воздухом, которым мы дышим, он проходит, если говорить о физиологических особенностях, носоглотку, в воздухе в этом находится огромное количество различных микроорганизмов. И вот все вот эти четыре образования, которые мы обозначили, они являются, как бы, так скажем, первой линией защиты при встрече с какими-то антигенными структурами. Итак, значит, еще раз вернемся к четырем образованиям лимфоидной ткани. В устьях слуховых труб размещены небольшие скопления лимфоидной ткани, которые называются трубные миндалины. Их также две. На задней поверхности глотки располагается глоточная миндалина, которую еще раз называют аденоиды. И есть еще миндалина язычная, которая располагается под эпителем в слизистой оболочке языка. Ну и, соответственно, эта пара небных миндалин, которые мы рассказали, располагаются между передней и задней небными ушками. Мы сегодня будем подробно говорить о роли небных миндалин. Итак, небные миндалины, конечно же, основная их роль – это иммунологическая, то есть они участвуют в формировании иммунитета, а именно участвуют в образовании антител. И наиболее, так скажем, важная роль им отводится в молодом возрасте, в детском и подростковом. Еще раз. Значит, небные миндалины встают на пути различных инфекционных возбудителей, различных инфекционных агентов, и происходит как бы тесный контакт инфоидной ткани, то есть оболочки непосредственно самой миндалины с этим антигеном, с этой чужеродной структурой. И в результате этого взаимодействия происходит формирование иммунного ответа. Если мы говорим, так скажем, о возрастных изменениях в небных миндалинах, о их роли в различных возрастных аспектах, то еще раз хочу сказать, что у детей дошкольного, младшего школьного возраста, значит, они выполняют по максимуму свою функцию участия в иммунитете. Поэтому в этом возрасте наблюдается довольно-таки гипертрофия этой лимфоидной ткани, потому что детский организм часто встречается с различными инфекционными агентами, у него нет его еще иммунитета, и, соответственно, в раннем детском возрасте ребенок приобретает иммунитет на все свои последующие годы жизни. Но с возрастом будет постепенно наблюдаться инволюция, то есть обратное развитие лимфоидной ткани этого лимфоидного глоточного кольца. Давайте обратим внимание, что в детском возрасте может наблюдаться такое состояние, которое мы называем гипертрофия небных миндалин. Мы говорим о гипертрофии лимфоидной ткани. Итак, значит, выделяют три состояния гипертрофии небных миндалин. Ну, вот здесь на представленном слайде, такими, скажем, пунктирными линиями показано, до каких пределов может осуществляться эта гипертрофия. Итак, первая степень. Если миндалина, вот она, небная миндалина, она занимает пространство условно, делим его на три части, между краем передней небной дужки, где-то одна треть пространства между краем передней небной дужки и средней линии глотки. То есть вот до такой пары происходит гипертрофия небной миндалины. Вторая степень. Если миндалина становится еще больше и уже занимает пространство примерно до половины между передней небной дужкой и средней линией глотки. И третья степень. Это максимальное увеличение миндалин, когда она доходит до средней линии глотки. И иногда бывают такие ситуации, когда обе миндалины, каждая со своей стороны, гипертрофирована по максимуму и могут даже касаться друг друга. Но это еще не является танзелитом, это еще не является ангиной. Это пока состояние, которое называется гипертрофия. Но это состояние, которое может приводить к воспалениям, наиболее часто воспалительным реакциям, то есть к развитию ангина, к развитию фаренгитов. И если гипертрофия миндалина очень выражена, что приводит к нарушению даже дыхания, то тогда стоит вопрос о частичной танзилоктомии, то есть частичном удалении ткани миндалин. Но следующий раздел, который мы разбираем сегодня, это уже непосредственно, когда происходит воспаление неходной ткани. И мы сейчас поговорим об остром состоянии, которое называется ангиной. Итак, ангина. Это воспаление нёдных миндалин, воспаление, как правило, бактериальной этиологии. Воспаление может быть связано и с вирусным происхождением, так и бактериальным. Но чаще всего ангины имеют бактериальную этиологию. И если мы говорим о бактериальных агентах, то причиной на первом месте развития ангин отводится стрептококком. Стрептококи, как вы видите, на 90% случаев являются виновниками развития ангины. Стрептококи на втором месте, ну и их, так скажем, влияние совсем незначительное, то есть около 10 градусов. Что же является источниками инфекции? Источниками инфекции является больной человек или носитель, то есть носитель вот этой вот бактериальной флоры. Что значит носитель? То есть активных проявлений и заболеваний у него нет, он может находиться в ремиссии, но бактерии, вот эти стрептококи, они живут у него в миндалинах, в вакунах миндальных. Хроническая как бы форма. Заражение чаще всего происходит воздушно-капельным путём, но возможен также и алиментарный путь передачи. Например, это при использовании, будем так говорить сразу, нарушение гигиенических норм и правил, то есть использование одной и той же посуды, использование одного и того же полотенца, зубной щётки и так далее. Нарушение гигиены. Вот возможные, так скажем, пути передачи инфекции при развитии ангины. Нужно ещё сказать, что ангина развивается, если тот самый инфекционный агент, он попадает на благоприятную почву, то есть имеется снижение иммунитета. Итак, какие же основные проявления ангины, острые ангины, если заболевание случилось? Значит, острая ангина – это прежде всего очень выраженная и резкая боль в горле. Как правило, если мы говорим о детях, то дети чаще всего жалуются, что им больно глотать, потому что миндалины увеличены, они воспалены и, соответственно, любое глотательное движение становится болезненным. Это всегда очень высокая температура, если мы говорим об остром состоянии. То есть температура достигает фибрильных цифр – 39-40 градусов. На фоне такой высокой температуры, конечно, выражены процессы, признаки интоксикации. Интоксикация – это слабость, пялость, сомдливость. Это естественно. Если мы говорим о маленьких детях, то для них, возможно, даже характерно слюнотечение. Ну и дети, да и взрослые будут отказываться от еды на фоне высокой интоксикации, а также болезненность глотания. Задействованы лимфоидные структуры и региональные, поэтому будут увеличены лимфатические узлы, особенно лимфатические узлы подчелюстные и шейные, если их пропальпировать. Ангины бывают разной степени тяжести. Мы сейчас посмотрим на следующем слайде довольно-таки наглядно. Но, как правило, если посмотреть так называемый статус, локальный статус, то есть посмотреть состояние зева, то будет видно, что миндалины увеличены в размере, они очень гиперемированы, то есть красные, и на них может находиться либо белый налет, либо даже какие-то желтоватые образования в виде определенных таких крупинок, похожих как на крупинки риса. В связи с этим выделяют три вида ангины. Первое – это катаральная ангина. Катаральная ангина от слова «катар» – воспаление. И, соответственно, катаральная ангина – это самый такой более легкий вариант течения ангины. А что будет видно при осмотре? Миндалины будут увеличены, они будут гиперемированы, но на них не будет никакого налета. Они будут чистые от налета. Следующий вариант по сложности и по тяжести течения – это фолликулярная ангина. При фолликулярной ангине, всему тому, что есть при катаральной, появляется мелкоточечный гнойный налет. И вот здесь это изображено. То есть появляются такие мелкоточечные образования белесоватого цвета миндалина. Третий вариант – это лакунарная ангина. Лакунарная ангина является самым тяжелым состоянием течения ангины, потому что лакуны в миндалинах уже заполнены гноем. То есть это отображено в последнем рисунке. То есть полости, заполненные гноем – самое тяжелое течение ангины. Ангина, разумеется, подается лечению. Мы сегодня поговорим о том, к какому лечению она подается. Но если, так скажем, в полости рта находится открытый очаг инфекции, миндалины заполнены гноем, то, конечно же, на первое место выходит антибактериальная терапия и других вариантов сложно предположить. Ангина коварна тем, что она дает определенные очень тяжелые последствия могут быть после перенесенной ангины. Мы сейчас поговорим немножечко об осложнениях ангины. Основными осложнениями ангины являются два таких грозных заболевания, как ревматизм и гламерулонефрит. Оба этих заболевания, как вы видите, они имеют иммунную природу, и сами по себе плохо поддаются лечению. Полностью излечиться от этих заболеваний невозможно, можно перевестись только в состояние ремиссии. Профилактика этих осложнений после перенесенной ангины, ну, прежде всего, заключается в диагностировании самой ангины и в правильном и своевременном ее лечении, и затем в последующей диспансеризации, наблюдении. То есть все методы будут направлены на то, чтобы устранить стриптокок из организма, провести очаг, скажем, хронической стриптококовой инфекции. Так как эти осложнения после перенесенной ангины являются очень серьезными, я хочу остановиться буквально пару слов, сказать, что это за заболевания и чем они так опасны. Итак, осложнение ангины, одно из, это ревматизм. Ревматизм – это заболевание, которое, как правило, развивается неостро, оно развивается как бы постепенно, незаметно. Но, как правило, прослеживается четкая связь проявлений, так скажем, признаков ревматизма после перенесенной стриптококовой инфекции. Как правило, где-то через три недели после перенесенной ангины могут появиться первые проявления ревматизма. Проявления эти связаны с тем, что идет изменение соединительной ткани. А соединительная ткань, она располагается абсолютно во всех наших органах. Но при ревматизме есть излюбленные места поражения соединительной ткани. Прежде всего, в процесс будут вовлекаться соединительная ткань сердца, и нужно сказать, что это клапанный аппарат сердца. И это в дальнейшем приводит к деформации клапанного аппарата и впоследствии приводит к развитию пороков. И это изменение сосудистой ткани суставов. Ой, не сосудистой ткани, а соединительной ткани суставов, что также приводит к деформации и к развитию артрозов. Вот чем, так скажем, сложен ревматизм, который, как правило, развивается после того, как человек, чаще всего ребенок, перенес ангину. Второе осложнение – это развитие гломерулонефрита. Гломерулонефрит – это заболевание почек. При этом происходит изменение почечных, так скажем, структур. Единицей почки является нефрон. Нефрон – это та структурная единица, которая участвует в образовании мочи, непосредственно фильтрации крови, образовании мочи. Так вот, обратите внимание, что гломерулонефриты тоже развиваются после перенесенной стрептококковой инфекции, после перенесенной стрептококковой ангины. Происходит изменение нефронов. Они подвергаются, так скажем, перерождению в соединительную ткань. То есть их нет теперь нефронов, и почка, так скажем, ну как выключается из своей работы частично. Чем дальше, тем ситуация осложнее. То есть грозное осложнение связано практически с полным выключением почки из своей функции. Вот они, грозные осложнения после перенесенной стрептококковой ангины. Следующее состояние – это хронический тензилит. Хронический тензилит – это хроническое воспаление нёбных миндалей. Как правило, возникает после перенесённой ангины. После того, как не было полноценного излечения от острой ангины, не был, так скажем, полностью прерван вот этот вот инфекционный процесс, и этот воспалительный процесс, он переходит в такую хроническую, долгоиграющую форму и приводит к хронизации процесса. То есть в какой-то мере такой, так скажем, вяло текущий воспалительный процесс есть постоянно. То есть миндалина является очагом хронической инфекции. Там постоянно живут инфекционные агенты, там постоянно живут в стриптококе, и по мере, так скажем, ослабления иммунных способностей макроорганизма, то есть человека, происходит обострение хронического тензилита. При лечении, при назначении какой-то терапии обострение снимается, хроническая форма сохраняется. В этом и опасность. Чем характеризуется хронический тензилит? Значит, ну опять же, давайте посмотрим на то, что можно заметить при осмотре горла. Миндалины будут увеличены в размере. Ткань миндалин рыхлая, характерна гиперемия, то есть покраснение и самих миндалин, и нёбных душек, лужек и задней стенки глотки. Можно заметить в лакунах наличие так называемых пробок, то есть такие беловатые скопления, рисинки, пробки. Это не что иное, как гнойные очаги. То есть там находится и стриптококк, и там находятся элементы лимфоцитов, которые участвуют в фагоцитозе, то есть протекает иммунная реакция, разрушение этих самых стриптококков. И всё это сопровождается неприятным запахом. То есть гнойные изменения. Соответственно, при осмотре, когда пациент открывает рот, характерен неприятный запах изо рта. Если посмотреть на состояние лимфатических узлов, то они, как правило, тоже будут увеличены. Это шейные лимфоузлы, а также могут быть увеличены и подчелюстные лимфоузлы. При хроническом танзелите характерна субфибрильная температура. То есть такой остроты процесса нет. 39-40 градусов температуры уже не будет. Будет температура 37,2-37,4, то есть субфибрильная, до 38. Соответственно, на прихроническом танзелите, особенно при каких-то обострениях его и увеличении мендалин, пациенту тоже будет болезненно глотать, дышать и даже это может отразиться на изменении голоса. И у пациентов, страдающих хроническим танзелитом, так как у них постоянный очаг инфекции присутствует, то характерны обострения этого хронического танзелита, то есть идет проявление ангин. вот эти вот обострения хронического танзелита, они довольно частые, они могут быть до нескольких раз в год. И так как идет ослабление иммунитета на фоне еще раз хочу сказать хронического очага инфекции, то такие пациенты часто помимо ангин страдают и вирусными инфекциями, острыми респираторными вирусными инфекциями. нужно сказать, что частые ангины считаются уже, если ангина в течение года больше, чем один раз. То есть два раза в течение года ангина тоже считаются часто пикающие ангины. что же с этим делать? Ну это все нужно лечить. То есть терапия хронического тензилита. Хронический тензилит вначале скажем подвергается консервативному лечению. Консервативное лечение тензилита, если мы говорим о хроническом, то оно заключается прежде всего в том, нужно обратить внимание, что мы говорим сейчас о состоянии ремиссии, то есть вне периода обострения. Период обострения это так же как и острая ангина, это нужна антибактериальная терапия. Ну на первом месте. Если говорить о терапии хронического тензилита в период ремиссии, терапия это заключается в промывании лакун миндалин, а значит удаление этих пробок, пробок которые представляют собой и наличие там стрептококков, и наличие там и нейтрофилов, и лимфоцитов, да, то есть это клетки крови, которые принимают участие в фагоцитозе, уничтожении этого самого бактериального агента, и продуктов распада, соответственно, все, что осталось в результате работы нейтрофилов и лимфоцитов, пробки их нужно промывать и удалять. Соответственно, сейчас наиболее таким современным методом лечения, промывания, все наверняка про это слышали, является такой способ воздействия, как танзилор, лечение на танзилоре. Значит, танзилор, способ воздействия заключается в том, что, мы будем так говорить, это вакуумное промывание миндалин. Вакуумное промывание миндалин, это первое, и второе, это введение в, так скажем, в тканебных миндалин, введение лакун при помощи ультразвука, введение антисептических растворов. И вот такие процедуры, ну, во-первых, промывания и введения антисептических растворов дают очень хорошие результаты терапии. И приводят к тому, что, скажем, сокращают время возникновения обострения хронического танзилита. Как часто проводить лечение на танзилоре, это, конечно же, все индивидуально решается с лечащим доктором, но танзилор вообще можно, так скажем, назначать, либо проходить один-два раза в течение года. Следующий метод воздействия это уже хирургический способ, хирургический способ лечения. То есть, если консервативное лечение хронического танзилита не дает своих результатов, то есть, воспаление миндалин сохраняется, и они перестают выполнять свою основную функцию, быть иммунным барьером, быть линией защиты на встрече с различными инфекционными агентами, а сами уже являются источниками хронической инфекции, то тогда стоит вопрос о хирургическом лечении, то есть, об удалении миндалин. И удаление миндалин, это, конечно же, является, ну, как он так говорит, способом санации очага хронической инфекции. Но опять же, это все очень индивидуально, это все решается следующим доктором, потому что хронический тензелит, он также еще подразделяется на три состояния. Я просто так скажу очень кратко, что выделяют тензелит компенсированный, я говорю сейчас о хроническом тензелите, субкомпенсированный и декомпенсированный. Если вопрос идет о декомпенсированном хроническом тензелите, это очень частые обострения хронических тангин, это уже полностью невыполнение лимфоидной ткани у своих определенных иммунологических функций, это хронический очаг инфекции, тогда, конечно же, вопрос о тензелектомии стоит очень острый. Значит, ангина и в целом хронический тензелит, это инфекционное воспаление горла с отеком и, как правило, это связано с питтой, с питтопроявлениями. Если же при ангине отмечается сухость и охриплость голоса и плюс это еще идет в сочетанном факторе с изменениями со стороны работы кишечника, то есть склонности к запорам, то мы имеем дело с состоянием ваты, то есть течения ангины и тензелита по ваттопипу. Если же наблюдается выраженный отек миндалин, отечность миндалин, то это состояние наиболее характерно для капхотипа. Хочется остановиться на профилактике ангины. Профилактика ангины это очень важный аспект, во-первых, в профилактике самой ангины и в профилактике развития осложнений, тех осложнений, о которых сегодня сказала. На первом месте это, конечно же, соблюдение гигиенических норм и правил. И соблюдение гигиены мы делим на две категории. Это соблюдение личной гигиены и общей гигиены. Казалось бы, все так просто и об этом наверняка везде говорят, но тем не менее хочется сказать еще раз, что самые простые гигиенические требования это индивидуальное пользование личным полотенцем, туалетными принадлежностями. Если в коллективе, если в семье есть больной, который страдает гнойной ангиной, то соответственно его лучше изолировать, во-первых, мы сейчас видели, что это заболевание очень выраженное по интоксикации, и пациенту наверное уже будет и не до работы, а в семье такому пациенту нужно, такому члену семьи правильнее сказать, лучше выделить отдельную посуду, чтобы он ел из своей тарелки, ел своей ложкой, пил из своей чашки, и соответственно пользовался своими туалетными принадлежностями. Если говорить в общем о профилактике ангин, то это конечно же рациональное питание, питание, которое соответствует и возрасту, и оно должно быть сбалансировано и по белкам, и жирам, и углеводам, необходимо для формирования иммунного ответа. Далее, это своевременное выявление и санация очагов хронической инфекции. Что является очагойно-хронической инфекции? Ну, это всем известный кариес. Кариес зубов это очаг хронической инфекции. Это ангина, про то, что мы сейчас сказали, ее нужно санировать и во время ремиссии полноценно пролечивать. Это синуситы, самые различные это гаймориты, этмоедиты, фронтиты, это очаги хронической инфекции. Это пилонефрит, не путаем с гламиром нефритом, это разные вещи. Это все очаги хронической инфекции. Соответственно, их нужно вовремя выявлять и санировать. Следующее, нужно обратить внимание на закаливание организма и повышение его иммунологической активности. Но закаливание организма нужно всегда проводить в период ремиссии, то есть вне обострения, когда организм, будем так говорить, относительно здоров. И делать это нужно очень постепенно и грамотно закаливание проводить. Укрепление местного и общего иммунитета. Хочется остановиться на местном иммунитете и ангине. То есть ни в коем случае нельзя ограждать ребенка, ну да и взрослого, от употребления страдающего хроническим тензилитом, от употребления холодных напитков, холодных продуктов, например мороженого. То есть мороженое вполне допустимо, то есть его нужно есть. Это является как бы определенным тренирующим фактором для слизистой. Но опять же все нужно делать постепенно и разумно. И в период обострения лучше этого не делать, а тренировать свою слизистую в период ремиссии. И очень важно нужно проводить профилактику обострения хронической ангины, то есть правильнее сказать хронического тензилита. То есть те пациенты, у которых стоит диагноз хронический тензилит, они находятся на диспансерном учете и так скажем в соответствии со сроками диспансеризации проходят определенные так мероприятия. И эти мероприятия они как раз и направлены на профилактику во-первых обострения хронического тензилита и на профилактику обострений связанных с течением стрептококковой ангины. Еще раз хочу сказать. Это гломерлоунефрет и фрагматизм. Далее. Обратимся теперь к АПК видопульс и посмотрим, что можно выявить на АПК видопульс при так скажем изменениях при ангине и в целом как это будет отображаться на иммунологическом статусе. Посмотрим на определенные маркеры. Но первое, на чем я хочу остановиться, это на показателях индекса стресса. Индекс стресса будет отображать ситуацию тяжести состояния. Если это говорит о выраженной интоксикации, если это говорит обострении, то есть хронического танзелита или абангине, это высокая температура, высокая степень тяжести, то как правило уровень стресса, показатель стресса будет очень высоким. Интоксикация будет уходить в красную зону, становиться даже выше. Если мы посмотрим в целом на запасы жизненных сил, то есть на адаптационные возможности организма в этом состоянии, то конечно же они будут меньше тысячи. И как правило в это время в спектре будет расти показатель VLF Very Low Frequency, что говорит о централизации и тяжести состояния. Все три показателя отображают состояние тяжести, выраженности любого интоксикационного процесса, любого воспалительного процесса, но мы сегодня говорим о состоянии, которое связано с ангиной. Следующий модуль, на который следует обратить внимание, это модуль меридианы. Итак, меридианы. Неспецифические меридианы, которые будут нам являться маркерами и говорить о том, что есть какие-то изменения, связанные с поражением иммунной системы и иммунная система, так скажем, верхних дыхательных путей, небные миндалины мы относим сюда же, это будет меридиан легкого в целом и меридиан селезенки поджелудочной железы. Но в целом, конечно, мы здесь должны делать упор на селезенка, потому что селезенка является органом иммунитета, участвующим в развитии иммунных реакций. То есть изменения по этим меридианам, они могут быть как в сторону, так скажем, увеличения, так в сторону и уменьшения, напряжения и истощения, в зависимости от проявления состояния остроты, либо хронического состояния, допустим, состояния ремиссии. Если мы говорим по типам и течения состояния в целом танзелита, то для вата типа характерно еще подключение меридиана толстого кишечника. Почему? Ну, во-первых, это парный меридиан с меридианом легкого, и меридиан толстого кишечника для вата типа тоже может быть задействован. Питотип. Помимо меридиана легкого и селезенки здесь могут проявить себя меридиан перикарда и меридиан трех обогревателей. Опять же, либо их может быть изменение в сторону увеличения, либо в сторону ослабления активности. Если мы говорим о проявлении капха-типа, то по капха-типу характерны изменения меридиана почек, потому что почки это все, что связано с водно-солевым процессом, с водно-солевым обменом. И для капха-типа мы сказали характерно отечность. Основным диагностическим маркером является отечность. Вот здесь я привожу скриншот отображения меридианов, где как раз можно посмотреть и некое напряжение меридиана легкого и напряжение меридиана селезенки и поджелудочной железы как отображение вовлечения в процесс иммунного статуса. Здесь же мы наблюдаем истощение по меридиану перикарда и трех обогревателей и соответственно вот меридиана напряжения легкого и терезенки то есть это меридианы как маркеры которые могут способствовать ну как бы помочь диагностике так скажем направить свои размышления о том что скорее всего здесь затронуты изменения иммунологического характера если мы посмотрим на вкладку тхаты тхату то есть ткани то здесь мы можем оценить только так называемые маркеры осложнений то есть тех осложнений о которых я говорила это вот гломеролонефрит и соответственно ревматизм ну вообще по вкладке тхату хочется сказать что при обострении танзелита и ангина в целом это будет напряжение ракта тхату и если в процесс уже задействованы суставы то есть это осложнение связанное с ревматизмом то есть идет вовлечение в процесс соединительной ткани суставов то конечно же будет так скажем изменяться в своем состоянии астхи тхату она может находиться как в напряжении что говорит об так скажем выраженности процесса либо астхи может быть несколько так скажем в истощенном состоянии и нужно обратить еще на мамсу мамса это мышечная в целом мышечная ткань мамса тхату но в том числе сюда же относится мышца сердечная то есть миокард а мы сказали что сердце вовлекается в процесс при осложнении при ревматизме поэтому если имеет место быть хронический тензилит если вы знаете анамнез если изменения есть при осмотре так скажем горло если есть симптоматика и видны вот эти вот маркеры то это может быть так скажем диагностическим критерием и возможно предположить о том что есть уже определенные скажем осложнения связанные с течением стриптококковой инфекции следующая это если обратить внимание на вкладку субдоша недана субдоша хочется обратить внимание на две на субдошу прановата прановата которая также может находиться в двух состояниях и отображать в целом состояние организма его иммунологический статус прановата может находиться в состоянии напряжения это говорит о быстроте процесса прановата может находиться в состоянии некого истощения что может говорить о течении хроническом анзелита эй